Ну что, привет! Это снова я и долгожданное для меня видео с целями на 2021 год. По-хорошему, надо, конечно, было записать этот видос, ну, не знаю, 1 января, хотя 1 января явно не до этого, либо в конце года, когда подводишь итоги, смотришь, что ты сделал, что не сделал, и вообще, пронизировав ситуацию, думаешь, куда двигаться дальше и что вообще стоит себе внести в этот важный списочек целей на следующий год. Вообще цели действительно очень важны, потому что часто бывает, мы много-много начинаем всего делать, и порой забываем вообще, зачем мы это делаем, переключаемся на какие-то другие дела, и больше, например, внимания уделяем каким-то второстепенным вещам, которые на самом деле не двигают нас к цели. И у меня такое бывало, и это, конечно, плохо, потому что все-таки я хочу добиться определенных вещей, хочу, там, что-то иметь, как-то трансформироваться, но для этого нужно, естественно, понять, что мы хотим. И честно скажу, что постановка целей, она для меня была сложной, потому что я действительно не знала, что я хочу в каком-то, знаете, таком масштабном плане, и просматривая какие-то списки других людей, то есть я спецом, конечно, не просматривала, но вспоминаю за всю свою жизнь, какие-то, знаете, там, типа, поехать в Париж, там, открыть свою школу, завести ютуб-канал, там, что-то такое еще. То есть вот таких вот целей глобальных у меня, по сути, нет. И мне стало немножко грустно изначально, потому что я задумалась такая, может быть, я ничего не хочу, и я прям парилась, потому что, мне кажется, это же круто, когда у тебя есть какие-то такие прям вот четкие, яркие цели, которые прям просто вот ты их выполнишь, и твое сознание разорвется, ты станешь вообще мега-звездой, будешь себя любить на все 100%, и вообще вот мир перевернется. Но потом я немножко успокоилась, потому что, опять же, анализировала себя, свои действия, и поняла, что, на самом деле, я очень хорошо работала и в предыдущие года над своими целями, над своими желаниями, и нужно просто, опять же, немножко залезть в конкретику. И я это сделала, спасибо моей бессоннице, потому что я не могла заснуть, меня все вот так вот штырило, и списочек мой родился того, что я хочу сделать. И сейчас я тут без листочков обычно я себе какие-то заметочки выписываю, все, решила, что пора уже как-то экономить бумагу, будем сжечь электроэнергию. И цели на 2021 год у меня следующие. Во-первых, это явно будет год себя, то есть я сразу, знаете, как-то эмоционально решила почувствовать, вот что я хочу. Я хочу вот больше сфокусироваться на себе и своей личности, то, как я вообще выхожу в этот мир, что я в него несу, как меня вообще там видно. И это складывается из разных вещей, из мелочей, например, внешнего вида и твоих внутренних каких-то там переживаний, непроработанных там тем. Короче, это такая вот очень глубинная тема, но мне удалось ее разбить на вот какие-то прям конкретные цели, чтобы лучше понимать, что вообще делать. Потому что, знаете, типа, вот цель на 2021 год, я хочу быть счастливым. Ну, а что тебе для счастья надо? Короче, просто думаем, разбираем себя и все встанет на свои места. И еще скажу, что я последние два года цели не ставила и до этого ставила, но потом как-то я устала прям, какая-то была погоня за вот этими вот целями-целями. И сейчас вновь я понимаю, что надо их ставить, и не для того, чтобы просто ставить. Мне кажется, что в какие-то года я вот из-за какого-то общего тренда действительно вот составлял себе список, его там озвучивала, или тогда еще в ЖЖ писала. Сейчас я уже подошла к этому вот как-то более искренне, что вот действительно я хочу. Потому что действительно вспоминаю себя, мне кажется, ну там лет 10 назад очень много было каких-то навязанных желаний, не моих. А сейчас я вот лучше понимаю себя, и это круто, и я хочу дальше работать над тем, чтобы хотеть то, что действительно я хочу, и реализовывать это. И мне кажется, у меня уже хорошо получается. И давайте я уже буду переходить непосредственно прям к пунктам, которые я записала. Я, кстати, не все буду озвачивать, потому что какие-то такие, они очень-очень личные. И я даже разделила на три пункта, даже на четыре, весь свой список. И первый список это я, тело и я. Я обзывала его так. Первое, что в нем стоит, это ранние подъемы. Я очень хочу вставать в 5-6 утра. У меня была одно время такая практика. Я стояла без... Стояла. Вставала без 10,5. Пробежка у меня была. Короче, все было супер. Это действительно очень клевый для меня формат. Я как-то очень напитываюсь энергией просто вот извне, когда просыпаюсь рано прям, до того, как солнышко встанет. Это было круто. Сейчас может быть сезон. То есть понятно, что какую-то такую историю очень тяжело поддерживать постоянно. И есть много внешних факторов, которые могут воздействовать на то, что у вас не получается, знаете, вот как по чек-листам идти, вот прям, чтобы каждый день у вас все было сделано, все отмечено. Поэтому, конечно, какие-то поблажечки я себе даю, но хочу стремиться к тому, чтобы подъемы были ранние, чтобы я и засыпала хорошо, потому что это мой формат. Опять же, за много-много лет я это поняла. Второй пункт. Я очень хочу пройти марафон желаний Блиновской, который я проходила. Он у меня есть. И я вот в своем режиме собираюсь его пройти. Я уже даже составила список желаний. Но вот, опять же, не заплатил денег. Нет людей, нет группы, нет такой мотивации. Но я надеюсь, что я смогу, потому что я знаю, как это круто работает. И что сейчас мне это очень-очень необходимо. Короче, цель такая. Ну, думаю, что за год все-таки получится. Ох, как много! Мне кажется, раз эта фраза была произнесена, и ничего в итоге не вышло. Третий пункт. Такой очень для меня серьезный и важный. Я хочу с психологом начать такую мощную работу. И, в первую очередь, это взаимоотношения с родителями. Всякие, знаете, там, обиды, неудовлетворенности и прочее-прочее. Я понимаю, что у меня есть с этим проблемы, и мне вот действительно нужно это. И здесь хочу такую важную вещь сказать, что если у вас там есть какие-то обиды на родителей, это еще не означает, что родители там плохие, и они вас действительно как-то обидели, потому что мы действительно все очень разные, и у нас может быть какая-то такая особенность, какие-то такие свои истинные желания, потребности, которые родители просто могут не удовлетворить не из-за того, что они плохие, а из-за того, что они, например, там не чувствуют, или не считают, что вот это необходимо, не видят значимости для вас, вот как для ребенка, там, или подростка, или уже взрослого человека. То есть тут я имею в виду то, что мы очень разные, и только мы знаем себя вот лучше всех, и должны знать лучше всех. И я не сейчас перекладываю там ответственность за какие-то свои проблемы, которые у меня возникают в сегодняшней жизни на родителей, вот абсолютно нет, у меня это ушло. То есть был какой-то, конечно, период, мне кажется, он у всех должен быть, знаете, как мемасик есть, когда ты выходишь из кабинета психолога, и такой, ну все, типа я сейчас пойду к родителям и вставлю им там по пятое число. Нет, такого у меня нет, это очень хорошо, но я понимаю, что надо работать, потому что чем дальше, тем хуже. Всякие какие-то обиды, недоговоренности у самого себя, они уходят еще глубже, и если действительно не работать над этим, то может быть все не очень круто. Но мне кажется, уже когда осознание есть такой проблемы, то это уже показатель того, что вы движетесь в правильном направлении. Поэтому вот третий пункт у меня работа с психологом, и я еще и в прошлом году собиралась это сделать, но вот, знаете, есть какой-то такой парализующий страх, и это лишний раз доказывает, что это действительно надо сделать. Вот, короче, хочу. Надеюсь, получится. Господи, вот давайте пальцы все скрестим, чтобы вышло. Четвертый пункт – это танцы. Очень странный для меня пункт, ну точнее не странный, я люблю танцы, движ, но он у меня был и в прошлом году, когда и в списке моих там желаний каких-то, которые я находила. Но я так и не реализовала это. То есть просто там танцевать это все можно, но мне хочется вот куда-то пойти, может быть, какие-то онлайн занятия. Я обожаю про танцы, север, куда ходит Даш, Катю Решетникову, и может быть, я туда все-таки как-то ринусь. Я не могу найти подходящий для себя формат в группах, которые там есть, потому что, ну, расписание мне действительно, ну, никак. Еще у меня есть небольшой страх, что я вольюсь в эту танцевальную историю, потому что, блин, ну это тоже такое искусство, и моя какая-то творческая энергия, большая ее часть будет уходить туда, а не на художественные дела. Вот я реально этого боюсь, и вот мне кажется, это меня сдерживает от того, чтобы я вот уже где-то там плясала и как новосад выкладывала там свои эти танцы бедрами. Но, как бы, цель есть, поэтому будем двигаться. Пятый пункт. Создать свой идеальный гардероб. Я заморочилась этим вопросом, уже, уже работаю над ним, и хочу сказать, что круто продвинулась в плане вот этого всего. Я уже понимаю, что мне надо, как делать, но фишка в том, что это действительно длинный процесс оттачивания там своего стиля, тех вещей, которые должны быть вот рядом с тобой и показывать людям, что ты из себя представляешь. Это действительно занимает время, поэтому ставить такую цель на год, я считаю, вообще супер. И надеюсь, тоже у меня все получится. Шестой пункт. Пробежать тысячи километров. И я уже понимаю, что я, конечно, лох, знаете, я сейчас прям изменю эту цифру, потому что, ну, тысяча, ну, или оставить, ладно. Оставлю. Ее пробежать реально, если я регулярно бегаю в том режиме, в котором я могу бегать. Но, вот я в январе еще ни разу не побегала. И в декабре тоже, потому что, ну, как бы все, то Даша на беговой дорожке тут устроила домик, то я там болела, то еще что-то. И опять же, понимаю, что много может быть факторов, но очень-очень хочу, потому что бег люблю, он меня прям заряжает, и это тоже важная для меня история, поэтому буду делать. И, кстати, еще все свои вот такие цифровые цели я отмечаю в течение, ну, потом года, насколько я продвинулась. Например, у меня в прошлом году там были цели по поводу проведения прямых эфиров. Я там поставила, по-моему, 60 прямых эфиров или сколько-то, не помню. И я вот один провела, и прям в скобочках типа один, знаете, один из 60, потом два, потом три, потом 15. И это вот удобно. И точно так же вот у меня со всеми цифровыми историями. Седьмой пункт — это английский язык. Я считаю, что этот пункт какой-то, опять же, навязанный, что, знаете, ну, точнее, мне как бы вроде хочется, но у меня нет потребности в этом. И тоже я хочу поработать над этим, чтобы вытащить действительно зачем мне нужен, потому что в каких-то моментах я действительно сталкиваюсь с тем, что я бы тут хотела покруче разъясняться и лучше понимать. И, наверное, здесь какие-то тоже индивидуальные занятия по скайпу. Я думаю, скайпа мне будет достаточно. Очень-очень хочу с Петровым, не помню, Андрея, не Андрей Петров, полиглот, который ведет меня просто. Я прям мечтала записаться к нему в группу. Он периодически наборы проводит. Может быть, такое случится. Вот, хотя и те форматы, вот, видео, которые были, сейчас не знаю, которые еще показывали по телеканалу Культура, они тоже офигительные. Я помню, как я после просмотра начала прям говорить вообще. Вот у меня был какой-то ступор, я не могла именно разъясняться. Просто какие-то даже простые предложения, не знаю. А тут все сложилось. Короче, есть у меня такая тема. Восьмой пункт из вот этого списка тела «Я» — это фигура. Свой вес контролировать и держать в рамках. Это действительно тоже долгая работа. Я туда-сюда периодически бегаю, потому что начинаю жрать. Но тоже в прошлом году я начала считать калории. Я поняла, что это офигительная тема, что она круто вообще работает для меня. И хочется тоже вот держаться. Но для того, чтобы моя фигура была вот той, которая мне нравится, мне обязательно нужен спорт. Поэтому здесь, видите, такая история. Все взаимосвязано друг с другом. Вот. И один пункт, он как бы не может существовать без другого. Поэтому девятым пунктом у меня идут голодания. Так. Пардон. Курьер приехал. Сегодня у бабули с днём рождения. Поэтому подарки и прочие всякие там цветы, тортики. Пришлось оцениваться. Но продолжим. Потому что видео серьёзное, для меня очень важное. И остановилась я на голодании. Как я и говорила, у меня уже был такой опыт. И это было классно. То есть это меня прям вот как и бег очень разжигает. И на удивление это было очень легко. То есть казалось, что там сухое голодание, там без воды как-то. На самом деле даже когда без воды намного легче. Но, естественно, я никого не агитирую, не пропагандирую это дело. Потому что каждому нужно найти своё. Плюс там консультации врача. Всё вы понимаете. Чтобы ко мне никаких претензий не было. Мне это подходит. Это у меня работает. И я очень хочу вот в свою какую-то такую рутинную жизнь вот это вот дело ввести. Десятым пунктом у меня идёт обучение чему-то. Тоже весьма такой странный пункт. Нет конкретики. Но вот есть какое-то желание пойти на какой-то курс. И возможно даже на какой-то, ну не какой-то там вот цыганский в интернете. Может быть и хороший цыганский в интернете. Например, мне хочется поработать над визуалом. И у Алины Зайцевой сейчас очень клёвый курс по поводу визуала в инстаграме. Она вообще умничка. Она такие классные делает фоточки. И вообще такая молодец. Такая стильняшечка. Короче, очень-очень приятная девочка. Я ссылочку на неё оставлю. И вот прям я смотрю и на отзывы, и то, что она делает. И понимаю, что это будет классная мотивация. Именно заняться этим. Потому что на инстаграм у меня тоже есть свои виды. Об этом просто чуть дальше. Короче, есть у меня потребность вот в каком-то развитии и в каком-то погружении в одну из сфер, которые я хочу развивать в этом году. И одиннадцатый пункт у меня идёт вот про обучение. Может быть, он, кстати, и совместится с десятом. Это развитие речи. Я очень хочу изучить вообще рынок ораторского искусства. И вот есть оратор-клуб, который очень меня прельщает. Но там такая своя атмосфера. Надо тоже чуть поглубже копнуть. Узнать, что там и как. Потому что это просто такая уже одна большая тусовка. И не знаю, нет лично пока знакомых, кто там обучался, кто туда ходит, чтобы понять, насколько это действительно поможет развитию в какой-то вот сфере. Потому что там не только ораторские истории, разные всякие сферы они затрагивают. Также меня интересовал ещё в прошлом году вопрос инвестирования. Сейчас эта тема очень актуальна. И очень много хороших отзывов от людей, где всё успешно. Но я больше даже, знаете, хочу проработать эту тему, чтобы не было у меня такого ощущения от инвестирования, что это, знаете, такой мыльный пузырь, что это всё фигня, разводилово, что это МММ, давайте. Я просто... Это, правда, тоже детская травма. Я до сих пор помню, мне кажется, как на площади там стояла я с мамой. И эти ваучеры летали. Это, конечно, было ужасно. Вот поэтому хочется вот как-то этим заняться. И я, кстати, уже начала в прошлом году ещё работать над тем, что завела себе отдельный счёт на инвестирование, который вот потихонечку пополняю. Правда, совсем по чуть-чуть, но, знаете, хотя бы с чего-то надо начинать, и тогда всё пойдёт. И тринадцатый пункт. Я хочу фотосессию. Такой простой вроде бы, и даже, может быть, и не одну. Вообще хочу поработать именно с фотографами, которые мне нравятся. У меня, к сожалению, в этом году, когда я созрела и прям хотела, почему-то не сложилось. Я писала девочке, но её коммуникация со мной не очень меня порадовала. Может быть, я как-то написала что-то не так, но оценивая это всё с позиции клиента и продавца, скажем так, того, кто предоставляет мне услугу, мне показалось это как-то не очень. И сразу у меня обрубается вообще всё вот это вот на уже творчество человека. Хотя очень нравилось всё и очень хотелось. Но я думаю, что когда есть запрос, и появятся определённые люди, и всё, пофоткаемся. Всё, вот такие вот тринадцать пунктов у меня по теме. Я работаю над собой, так сказать, своим вот именно физическим телом. Дальше идёт пункт, не пункт, а раздел «работа». Слово «работа» мне не очень нравится. Это ещё после курса «Норны». И хотелось как-то его заменить, типа как финансовый, не финансовый. Ну, в общем, всё это связано действительно с такими вот рабочими моментами. Если у вас есть, кстати, какая-то идея, как заменить вот на что слово «работа», «дела», как бы они тоже, ну, как-то хочется глобальнее всё объединить. Ну ладно, неважно, продолжаем. И первый пункт – это ставить цели на месяц. Я этого не делала, и мне нужно это реально регулярно делать, потому что я часто вам говорю, я что-то забываю, забиваюсь немножко с пути, так сказать, своего курса, и постановка целей будет меня от этого избавлять. Я уже поставила себе напоминание в телефон, что под конец, вот в последний день месяца, я подвожу итоги именно со своими целями, то есть просто итоги месяца – это одно, а именно вот проработка целей, анализ того, что ты сделала, почему ты не сделала, это тоже будет очень важным. И также второе напоминание – это постановка целей на следующий месяц. Потому что изначально есть у нас тут, конечно, все цели на год, но я понимаю, что они могут трансформироваться, могут добавляться новые, какие-то могут отваливаться. Это абсолютно естественный процесс, и это как раз показатель того, что вы работаете. Потому что если вы не будете ничего делать, никак работать над своим списком, он никак и не трансформируется, не изменится, и никакие пункты не будут выполнены. Так что любые такие изменения, вот главное – их не бояться. И если кто не помнит, я использую приложение «Твое время» на мобильном телефоне. Оно мне очень нравится, оно довольно-таки простое. Там нет каких-то таких сложных систем, где ты там задачу еще под задачи делаешь. Мне такое не зашло. Я пыталась работать с приложениями, которые имеют вот такую вот структуру. А здесь просто список дел, и я вношу туда вообще все, и какие-то глобальные вещи, и какие-то мелочи из серии даже разобрать сушку, потому что я иногда действительно это забываю. И потом под конец дня очень удобно анализировать вообще, что ты делал. Потому что я смотрю на список, думаю, так, понятно, у меня все время улетело там на уборку, стирку, потому что думаешь, господи, я же ничего не сделала. Нет, ты сделала, но как бы не совсем то. Второй пункт – это обновить свой сайт. Про сайт я еще хочу записать отдельное видео, почему я вообще хочу это сделать. Если коротко, в первую очередь для того, чтобы опять же понять, что я сейчас предлагаю, потому что когда я его делала, давным-давно, я уже не помню, на Vigba, кстати, это, если хотите, купон на скидочку, по-моему, 10%, я оставлю ссылку на Vigba, я их просто обожаю, но я про них еще отдельно расскажу, и про сайт, как я уже упоминала. Короче, разобраться со своей визитной карточкой надо, обновить ее, хочу огромный сделать раздел с паттернами, и также уделить внимание живописи и фэшн-иллюстрации, короче, вот более структурированно его сделать, потому что изначально я его заводила, чтобы там был блог, а сейчас блог у меня вот в формате видео, вот поэтому надо его перелопатить, чтобы нормальная была визитная карточка, и я хочу это сделать, потому что он действительно у меня работает, ко мне часто приходят из формы заявки на сайте сообщения от людей, которые почему-то не пишут в соцсетях, но вот с сайта пишут, и иностранные гости, они мне пишут именно через сайт почему-то всегда. Так, третье, конкретные уже пошли такие циферки рисовать для паттерн-банка, и у меня тут стоит число, цифра 200, 200 паттернов за год я хочу нарисовать, я думаю, что я с этим справлюсь, не буду стараться качеством, так сказать, качеством, ну вот, не могу сформулировать мысль. На качестве это никак не отразится, такая большая цифра, хотя на самом деле она не такая большая, я за день вообще могу и 10 сделать, вот, но чтоб было. Также четвертый пункт у меня, я хочу рисовать дизайн оружия, я никак еще не подступилась к этому, точнее пробовала, что-то пока не могу найти свой формат, но очень-очень хочу, потому что тема оружия мне очень нравится, огнестрельного, и мне кажется, я могу там себя реализовать, потому что это тоже такая свободная, творческая сфера. Если пойдет, естественно, тоже буду об этом рассказывать. Пятый пункт это развивать Сачи и продать там три картины, я поставила три, я пока не знаю, как у меня там что пойдет, но пусть вот будет такая цифра, главное с чего-то начать. И загрузить 50 работ за год, не знаю, мне кажется, это нормальная цифра, получится больше, получится. Иногда вот в некоторых пунктах я стараюсь палочку не перегибать. Вот. Шестым пунктом у меня идет развитие инстаграма. Я очень хочу уделять этой площадке, несмотря на то, что она меня бесит, но я понимаю, что моя мотивация в этой площадке это эстетика, красота, красота кадра, картинки, и это позволяет мне придерживаться трендов. То есть вообще мотивация любая, ее нужно искать. То есть иногда она вот есть, прям ты замотивирован сразу, она прям перед тобой. Вот типа знаете, я там хочу похудеть, вот потому что хочу там влезть в платье. А какие-то такие вещи, например, там инстаграм, который мне вот как соцсеть не очень нравится, из-за того, что там такое все какое-то краткосрочное, уходит. Но я понимаю, что для меня это будет очень полезно, быть в тренде, практиковаться постоянно в работе фотографий, и вообще работать над каким-то проектом, это классно. Это многому учит, и опять же хочется набрать какое-то число подписчиков. Я себе поставила 15 тысяч подписчиков, и реально от балды просто цифру написала, потому что ну как бы миллионы никакие мне не нужны, но я понимаю, что мне нужна цифра не очень большая, к которой я вот буду стремиться, потому что она такая и не пугает. Сейчас у меня, по-моему, три с половиной тысячи, но, опять же, я ничего не делаю. И, возможно, в процессе я еще как-то буду получше работать именно над тем, чтобы аудиторию именно наращивать. Не просто у меня так пока какой-то органический трафик с Ютуба приходят, где-то какие-то упоминания, на меня люди подписываются, но конкретных действий я никаких пока не предпринимала. Возможно, они будут, и хочется. Седьмой пункт – это начать изучать сток S6. Я опять забыла, как его зовут. Он у меня уже в избранном добавлен. Есть. Он мне очень нравится по своей концепции, по эстетике, и мне кажется, мне там будет хорошо, потому что сейчас я уже по-другому стала относиться. Вот особенно за этот год. Я рассказывала, была трансформация у меня в плане того, где мои работы будут чувствовать себя комфортно, потому что Shutterstock – это все-таки не моя площадка. Он у меня сейчас так, бонусом, знаете, идет, но глобально, нет, я делаю более сложные, более дорогие работы, которые должны быть на определенных площадках, где есть аудитория, та, которым нужны мои картинки. И Shutter, к сожалению, это не то, но что-то на Shutter попадет, поэтому, ну, почему бы нет, знаете, когда там 100 баксов даже у тебя упадет в месяц, тоже неплохо. Так, восьмой пункт – это Creative Market. Я хочу загружать туда один набор в неделю, и всего вот 52 набора за год у меня должно быть загружено. Я еще в январе, вот уже середина, я ничего еще туда не загрузила в этом году, но надо, надо, потому что это тоже очень классно, меня мотивирует работать с проектами, рисовать всякую, ну, там, скажем, ерунду, потому что, когда ты начинаешь рисовать просто ерунду, ее потом надо сложить, упаковать, и когда ты начинаешь это все собирать, ты понимаешь, что вот сейчас действительно ерунда, но отдельно вроде классные картинки, надо что-то еще добавить. То есть это тоже меня очень классно развивает, мне нравится, когда я вот куда-то упираюсь, лбом, знаете, как в стену, и, ну, типа, что-то не то, вот, ну, не катит, то есть я вот не купила бы это, и ты начинаешь думать, анализировать, почему ты это не купишь. Вот эти штуки очень позволяют мне перестать быть сапожником без сапог, потому что это вообще распространенная тема, когда ты вроде как бы все понимаешь, но у тебя это не работает, потому что ты там ленишься, как-то не замотивирован, и у меня сейчас уже срабатывает такая история, что если я вот чувствую вот эту вот стену, вот этим самым лбом, я начинаю прям вот такая, надо это разобраться. Короче, у меня, видимо, это раздвойнее личности уже пошло, это классно. Девятый пункт, это вести чек-лист по делам. Я уже тут упоминала чек-листы, и вот по всем вот этим вот пунктам с паттерн-банком, с креатив-маркетом я хочу прям распечатывать, сейчас у меня написан от руки, составлен такой чек-лист, где я прям вот кружочками закрашиваю, так, один паттерн на паттерн-банк загрузила, закрасила, сюда пойдут и видосы для ютуба, и канал сроками, и все-все-все, то есть такие вот именно рабочие моменты, которые можно вот по цифрам посмотреть, где ты поработал, где не поработал. И я очень люблю еще чек-листы из-за наглядности, что ты видишь, что ты сделал. Вот, поэтому это тоже меня очень классно мотивирует. Я вообще здесь собрала вот все пункты, которые действительно у меня работают, и я вот хочу их прям конкретно внедрить, потому что бывает, что иногда как бы начнешь там, что-то подзабьешь, но нет, надо над собой работать, господи, слово работать над собой, вот это вот проработанное, главный комплимент, да, 2020, 2021 и вообще всех будущих годов. И тоже я себе поставила напоминание уже в телефоне, чтобы нарисовать новый чек-лист на каждый месяц, или распечатать его, посмотрим, куплю я принтер или нет, или буду ходить вот на это, в палатку, где печатают и сканят все. Десятый пункт. Рисовать один раз в неделю, как в студии. Я пока не знаю, как это реализовать, у меня должно быть таких 52 тусовочки самой с собой. Раньше я ходила заниматься в студию к Михаилу Марковичу, это было очень клево, и опять же, это очень хорошо мотивировало, потому что ты приходишь, ты все, ты пришел уже, и не отверстишься. Сейчас, когда у меня нет такой возможности, у Михаила Марковича и в студию переехал в центр, это не так близко, и с Дашей у меня не всегда понятно, как и что, и с ней у меня вот погрузиться в такую студийную творческую атмосферу, отключить свой мозг и начать творить не получается, потому что, как вы знаете, я когда начинаю создавать, красить маслом, то я просто ничего не вижу, ничего не слышу, и для этого состояния нужна свобода. А когда ты с ребенком, у тебя всегда есть вот этот вот тонус, что ты, ну, заботишься о нем, что он под твоим контролем, и ты просто вот, ну, я физически не могу расслабиться, то есть как бы все нормально, все может быть спокойно, но вот чтобы уйти и фокус внимания весь переключить на какие-то свои творческие дела, это невозможно, поэтому в этом году я очень хочу наладить какую-то свою систему, чтобы я занималась живописью и рисованием с натуры, вот раз в неделю точно. И одиннадцатый пункт у меня идет рисовать натуру, я это прям отдельно выделила, потому что, ну, живопись, она там, я из фотореференсов своих могу что-то делать, какие-то абстракции, там что-то еще, но вот я хочу больше внимания уделить именно рисованию с натуры, с цветами как бы проще, хотя бы цветы, то есть что-то вот именно с натуры творить. И, конечно, очень хочется найти какую-то студию, чтобы рисовать человека с натуры, модель. Это тоже в планах стоит, у меня это и в прошлом году стояло, но это не было реализовано, ну, опять же, надеюсь, пойдет. Так, что еще? Двенадцатый пункт. Это пункт канала с уроками у меня. Я поставила цифру с тем, что нужно записать сто пятьдесят шесть уроков, это по три урока в неделю, получится больше, будет круто, потому что я пыталась водить такие коротенькие уроки на планшете, я еще показывал, как что нарисовать, и также я думаю еще ввести дополнительные такие рубрики, немножко формата лекций, но пока вот обдумываю, надо попробовать записать, что-то такое, посмотреть зайдет, не зайдет, потому что все-таки аудитория у меня там такая юная, чудесная, но я уже вижу, как это должно быть, и цифры подписчиков, число подписчиков, я поставила шестьдесят тысяч, я не помню, сколько, откуда она у меня родилась, но, по-моему, когда-то я высчитывала, сколько мне нужно подписчиков для того, чтобы монетизация с канала приносила мне какой-то доход, типа, чтобы из серии там один урок там стоил хотя бы там две тысячи рублей или полторы, вот, это тоже было классно, что я вот уцепилась за эту цифру, откуда-то ее нашла, и тоже мотивация сразу прослеживается, то есть если я предыдущие цифры такие действительно от балды ставила, то сейчас понимаю, что вот эта вот цифра, она такая уже весомая, в ней вложена такая нормальная мотивация, господи, тоже сколько раз слово мотивация уже прозвучало в этом ролике, короче, шестьдесят тысяч подписчиков, сто пятьдесят шесть уроков, над этим серьезно надо будет работать, у меня уже практически тысяча подписчиков есть, три человечка, три, три надо, чтобы вот была, сегодня как раз смотрела, и здесь, как я и сказала, надо будет поработать, надо будет думать про какие-то коллабы, возможно рекламу какую-то где-то закупить, потому что это будет быстрее, но опять же буду упираться там в бюджет смотреть, смогу ли я на это выделить деньги и какие, потому что пока никто мне не попадался, у кого бы я действительно хотела купить рекламу для канала с уроками. Тринадцатый пункт, а это мой ютуб, и я поставила цифру здесь 50 тысяч подписчиков, потому что мне нравится эта цифра, у меня сейчас почти 10 тысяч, и хочу сказать, что на самом деле, вот здесь тоже я не стремлюсь к цифрам, я здесь больше стремлюсь к видосам. Как я и говорила, для меня очень крутая эта история, видео каждый день, она меня держит в тонусе, когда я вот так вот собираюсь, я знаю, что мне нужно сделать этот один видос, или два, или три, или я если уезжаю там на неделю вперед, я очень круто собираюсь, и у меня сразу появляются все побочные продукты, например, я рисую паттерн, я снимаю видеопроцесс, потом озвучиваю его, либо рисую просто портретики для тренировки, в общем, когда мне нужно снять видео, я должна что-то сделать вот для всего остального. как вы знаете, тоже я люблю совмещать какие-то разные задачи, то есть делать какое-то одно действие, продукт которого можно распределить на разные сферы. Господи, что у меня с голосом заговорилось. И вот наглядный пример, когда я рисую, например, паттерн для паттерн-банка, я снимаю видеопроцесс, озвучу, и вот вам еще видео на ютубе. Для многих формат ежедневных видосов на ютубе типа это не очень классно, и для статистики, да, но когда они у меня такие разные, это все классно, это все хорошо вписывается и меня устраивает. Тем более, что я, вы знаете, много думала в этом году, в прошлом, на тему того, там, как я вижу свой канал, что там вот, вроде какие-то заставочки, что-то такое хочется, потому что, ну, какие-то рамки, они все-таки есть, и, ну, не то, что аудитория требует, ну, то есть, вроде как бы ты чувствуешь, что ты уже должен как-то подтягиваться на какой-то уровень, и вот видите, я даже тут с петличкой первый раз вообще записываю видос, и вот у меня тоже вроде такое есть, но я очень аккуратно к этому подхожу, потому что для меня канал, это вот отдушина, и я показываю как бы то, что есть, я делюсь темами, которые для меня актуальны, и на которые приходит много запросов, эти темы нужно как-то раскрыть людям, и поэтому это вот, ну, как мой такой маленький домик, вот я люблю блоги, у меня был ЖЖ, я ходила там на курсы к Марине Гейлер, все это так классно, и вот YouTube мне этим очень нравится, что я нашла вот такую свою берлогу, где очень классно тусуюсь, вот, поэтому не знаю, как я вот в плане каких-то развивающих тем, типа, знаете, там обложечки, еще что-то, может быть, как с Инстаграмом пойдет, что тоже надо развиваться, надо что-то делать, но я очень не хочу, чтобы уходила какая-то моя вот живость, моя непосредственность, вот это вот, такой легкий формат, когда я могу просто проснуться, либо прийти вот такая вот, вообще там не накрашенная, взять камеру и записать нам блоги, автоблогию, но для меня это очень ценно, что у меня есть такой ресурс, где я вот могу, правда, быть собой, и это клево, но в то же время, как бы, видите, миксовать что-то такое более официальное, с петличечкой, с макияжем, тоже классно, короче, вот ищем себя, и YouTube, конечно, мне очень в этом помогает, на него вот цели такие, господи, 50 тысяч подписчиков, вообще, 14-й пункт, а снять 30 обзоров для YouTube, обзоров художников, я в прошлом году начала это делать, мне это очень нравится, и сейчас немножко график такой очень плотный, а для таких видосов нужно побольше времени, поиски, создание презентации, запись, потому что это все там на час где-то минимум, такая лекция получается с разбором работ, но очень хочу это делать, потому что очень хорошие отзывы, и вы спрашиваете меня об этом, и я тоже очень-очень хочу, и это будет, у меня даже, видите, есть в целях, чтобы 30 обзоров художников, интересных, 30 классных персонажей, я вам в этом году хочу показать. 15-й пункт, интересный проект с кем-то из блогеров, тоже такой размытый, тупой пункт, но я думаю, что он у меня трансформируется во что-то более конкретное, вот не понимаю, что именно хочу, но понимаю, что хочу какой-то движ с кем-то, у меня иногда возникают такие потребности, коллаборации с каким-то единомышленником, чтобы это именно была какая-то такая развивающая для обоих сторон история, и я думаю, что должно сложиться. Опять же, запрос есть, поэтому все придет, может быть, сам даже кто-то напишет. 16-й пункт у меня касается чистого дохода в месяц, я его чуть-чуть приподняла, по сравнению с предыдущим годом, потому что в конце прошлого года, я поняла, что та цифра, которую я загадывала на марафоне желаний у Блиновской, она сработала. Сейчас я ее чуть-чуть приподняла, потому что как бы эта цифра, она все равно нестабильна, и, ну, двигаться надо дальше, короче, буду работать над этим, но я прям сижу и улыбаюсь, потому что я действительно вспоминаю, как мне удалось подняться в прошлом году, я прям довольна. И 17-й пункт, я хочу сделать такой онлайн-проект художественного плана, у меня там есть одни наметки и есть бренды, которые мне хотелось бы привлечь, то есть это такая творческая история, но со спонсором, с какими-то партнерами, и вот мне очень-очень хочется это реализовать, потому что, опять же, мотивация в плане людей, которые тоже подвязаны в эту историю, она очень мощно будет на меня работать, и давно эту идею вынашила, пока ничего не говорю, будет, будет, не будет, ну, в конце года такая, ну, типа, я не сделала, я не справилась, ну, ничего, посмотрим. В общем, 17 пунктов у меня, видите, в таких рабочих моментах, и еще осталось 2 пункта, господи, какое длинное видео, но я прям, если честно, заряжаюсь от него, от того, что мне надо будет делать, и такая уже, надо сейчас будет начать, еще один паттерн сделаю, чтобы минус 1, так сказать, был. раздел «Творческое развитие», это у меня пошло отдельно, потому что предыдущие, все-таки они завязаны на такой, именно какой-то уже коммерческой истории, но я понимаю, что хочу какие-то вещи делать, вот, абстрагированы вообще от финансов, хотя, как я и говорила, возможно, из них тоже получится, что-то и для Ютуба, что-то и для, там, паттерн банка, для креатив маркета, и прочих, но в первую очередь, это такие истории для меня, и первый пункт, это выездной пленэр, я очень хочу выехать, пока думаю, еще, ну, во-первых, когда можно будет выезжать, но я думаю, что это будет уже тепло, либо весна, либо осень, но куда-то надо будет выбраться, не знаю, будет ли это группа, или я поеду одна, с группой, опять же, есть мотивация, и ты уже, нет, не сможешь там лежать, и ничего не делать, а будешь рисовать, но это должно случиться, я и в прошлом году хотела, и, в общем, перехотела. Второй пункт, придумать свое какое-то мероприятие, ну, даже не то, что мероприятие, какой-то такой творческий движ, оффлайн, типа, вот, рисовальных завтраках, что-то вот такое, что тоже даст такую регулярную мне загрузку в плане рисования и развития, возможно, даже это действительно какие-то такие творческие вылазки, типа, вот, рисовать с натуры, опять же, видите, я тут могу совместить и рисование каждую неделю с натуры, и вот, с такой какой-то историей какого-то движа, очень мне хочется продумать, у меня уже есть наметки из моих предыдущих каких-то файлов, где я описывала такие темы, разные идеи, вот, очень-очень хочется, действительно, какая-то, знаете, появляется, несмотря на то, что я такая одиночка все-таки больше, но появляется потребность в периодических таких сборах, чтобы обмениваться информацией, творческой энергией, я не знаю, и мотивироваться, собираться и создавать что-то. и третий, третий пункт, кстати, вот третий пункт, я понимаю, что я, честно, что-то уже перехотела его, но оставлю пока, подумаю, видите, только начала список составлять, составила его, а уже он трансформируется, это снять обзор моих картин серии ТЗН, твоего здесь ничего нет, который называется, у меня в ней много разных работ, и я хотела прям взять человека с камерой и, может быть, даже собрать какую-то небольшую команду, чтобы сделать такой, как микрофильм про всю эту историю, которая у меня сложилась с этими картинами, почему вообще эта история вся на холстах появилась, что она мне дала, и я знаю, что все разговоры, рассказ об этом, он будет интересен людям, потому что некоторым знакомым я уже немножко рассказывала, и они, конечно, совершенно по-другому стали на работу смотреть и вообще на то, как я отношусь к творческому процессу, и я понимаю, что это классная история, но сейчас, так как она уже прошла, и я очень много эмоций туда вложила и ненужных, то есть, так сказать, вывалила из себя, вытащила, мне это уже немножко неинтересно, то есть, я уже как бы пережила это, и я не совсем понимаю, с каким посылом я уже буду это все говорить, потому что надо было записывать раньше, ибо у меня был еще такой запал эмоциональный, я еще хорошо помнила и чувствовала, почему эта серия родилась, а сейчас уже я настолько двинулась дальше, что, может быть, это и сыграет хорошо, как раз, то есть, знаете, такой взгляд со стороны, и, может быть, на этом тоже можно как-то сыграть и выехать, и это будет еще круче, все-таки все, что не делается, оно к лучшему, и, вот видите, пункт не хочется отметать, потому что надо просто над ним получше поработать, и еще один раздел, который у меня другое называется, потому что я не знала, как его обозвать, просто другое, это первый пункт съездить в Италию, погулять по Риму, я очень люблю Италию, но я ни разу там не была, и это прям вообще моя давняя-давняя мечта, очень хочется мне вот одно именно мотануться туда, не брать вообще никакого шмота, гулять, ездить где-то, ну короче, вот это прям такая мечта, мечта, но почему бы не запихнуть ее в цель. Второй пункт связан с переездом в свою квартиру, и я сразу уже догадываюсь, что я вряд ли за этот год это сделаю, но точно могу много сделать вещей, чтобы продвинуться в этом плане, и даже начнем с того, чтобы взять и просто даже визуализировать свою мечту и понять, что именно я хочу, что мне для этого нужно, найти какие-то цифры финансовые, вспомнила про Митрошну, которая сейчас занимается прогревами, там продажами своих всех инстологий, и типа там комментарий, ну надо же это, ипотеку в Москва-Сити, погашать. И кстати, вот третий пункт, это как раз касается ипотеки, у меня тоже на нее определенные виды, даже кстати, это не хотела я про этот пункт упоминать, ну ладно, пусть как бы будет, хочется с ним разобраться. Все, в общей сложности не буду даже считать, сколько у меня получилось этих целей, очень много, просто уже вижу по объему записанного видео, даже оно, видите, там в двух числах с перерывом вышло. что хочу сказать. Еще раз напомню, что цели могут трансформироваться. Если вы составили себе какой-то список и вот боитесь, что он как-то может измениться, что это может быть не совсем ваша цель, это круто, это нормально, и, как я и говорила, это будет показывать то, что вы как раз движетесь по направлению к себе, а это значит и к своим целям. И вы будете лучше понимать именно тогда, когда что-то делаете, когда двигаетесь в каком-то направлении. Да, какие-то цели могут быть навязаны социумом, вам кажется, что вы этого хотите, но иногда нужно попробовать это, знаете, как с сумкой Прада, этой супермодной, типа, я вот хочу ее, потому что она вот у всех есть, а когда вы ее купили, вы понимаете, что, ну, как-то они совсем мое. И также со всеми целями, со всеми желаниями нужно просто двигаться к осуществлению их, своих мечт. Поэтому мне хочется, чтобы мы все сфокусировались именно на активности, на том, что мы делаем и с каким настроением мы делаем, потому что некоторые дела вот не вызывают, знаете, какого-то удовлетворения. Я не говорю сейчас про какую-то рутину, знаете, когда вот, например, там на стоке грузите эти файлы, все сохраняете, там подготавливаете к загрузке какие-то проекты. Это просто такая рутина, потому что в целом последний пункт, когда вы продаете это, когда вы видите это все оформленное, вы получаете удовольствие, вы кайфуете. И вот очень тоже важно чувствовать, какие дела, какие действия двигают вас, двигают вас к цели, и вы действительно от них кайфуете. Вот просто слушайте себя. Тут как с вещью. Вот вы берете, я не знаю, что у меня тут есть, тут кисточка. Вот в руки ее взяли и сразу чувствуете, вот ваша эта вещь или не ваша. Так же с делами. Хотя мне кажется, с делами чуть посложнее, но все приходит с практикой. Поэтому вам всем удачи в этом. Спасибо большое, что посмотрели, что послушали все мои цели. Может быть, я вас на что-то вдохновила, может быть, вы пополнили даже свой список целей, прослушивая мой. Я тоже буду рада, какие-то ваши цели интересные на этот год, какие-то необычные, знаете, там, ну, типа из серии Эверест покорить, не знаю, может быть, что-то такое будет. Потому что, как я и сказала в начале, у меня нет вот каких-то таких прям бум, вот целей в космос полететь. Но это тоже нормально, я это поняла, и мне спокойно. Но очень хочется посмотреть на какие-то прям ваши супер классные идеи, цели, что вот вас тянет, что вас зажигает и двигает вперед. А я еще раз скажу, что я вообще дико зарядилась, и мне теперь кажется, что у меня сейчас вечный мотор, и YouTube. Спасибо тебе огромное, что ты у меня есть, потому что, реально, столько энергии от вот того, что составила список. Еще раз его озвучила, разобрала, какие-то вещи у меня даже в процессе видео, прояснились, и теперь просто хочется начать и делать, реализовывать все. Поэтому я с вами прощаюсь, хотела сказать, увидимся в конце года в подведении итогов, и действительно будем их подводить, но, естественно, мы увидимся намного раньше, потому что, вы помните, у меня там 365 видосов для YouTube стоит. Ну вот даже если не увидимся, услышимся где-нибудь в озвучиках или на моих картиночках. Все, еще раз всем спасибо, всех целую, всем пока.